Оксана Ищенко ученица 11 класса. Спешит на уроки вместе с полуторагодовалой дочерью. Для девушки вечерняя школа – это единственная возможность получить среднее образование. За два года она уже успела сменить две школы. И в каждой из них молодой маме были откровенно не рады. После беременности так получилось, что мне пришлось перейти сюда, потому что были трудности с учением. И я нигде не встречала таких учителей. Все отзывчивые, все хорошие, за каждого ученика трясутся. В другой бы школе спросили бы, сколько тебе лет и выгнали бы тебя. А здесь нет, здесь объясняют, все понятно. Мелитопольская вечерняя школа была открыта еще до Второй мировой войны. За 80 лет здесь получили аттестаты тысячи мелитопольцев. Но уже через несколько месяцев учебное заведение может закрыться. Содержание двухэтажного здания, где на данный момент чуть больше сотни учащихся, обходится городскому бюджету в полтора миллиона гривен в год. В вечерней школе учение одного учения складывается около 19 тысяч, 19,5 тысяч. Если брать в сравнении с другими учениями, то это 11 тысяч, у нас 12 тысяч. Если в 2016 году все выдачи складывались около 1,5 миллиона гривен, то в 2017 году на поддержку вечерней школы, это заработная плотность, а около 1,2 миллиона гривен, и энергоносия и другие выдачи, то уже в 2017 году эти выдачи могут складывать около 2 миллиона гривен. И там даже более 2,5 – это прогнозованные такие выдачи. Полупустые классы и низкая посещаемость – это, говорит директор вечерней школы, тенденция последних трех лет. На сегодняшний день используется лишь треть здания. На сегодняшний день в школе числятся 136 учеников и 9 человек экстерно. Значит, у нас на сегодняшний день три заочных класса и семь очных классов. В заочных классах по 9 человек, в очных классах на сегодняшний день 14 и 24. Чиновники утверждают, закрытие вечерней школы не значит, что ее ученики будут лишены возможности получить аттестат. Управление обучения будет отработать по каждому учению, который сейчас учится в вечерней школе, что до его локации проживания и будет пропоновать форма учения, в первую очередь по месту проживания, в тех школах, где находятся ученики. Только вот смена учебного заведения для Оксаны Ищенко и других учеников – задача практически невыполнимая. Ведь с ребенком туда ходить будет нельзя, а оставить дочку Оксане не на кого. Честно, аж до слез. Обидно, что хотят закрыть школу. Я не знаю, кто виноват в этом, или сама школа, или правительство так хочет. Мы не знаем. Я не хочу сказать в обиду правительству, но я знаю, что они не думают о нас. Это очень обидно. Наиболее подходящий вариант, считают ученики, оставить классы на втором этаже здания, а первый уже сдавать в аренду. Но услышат ли такое предложение в Мелитопольском горсовете? Олеся Брычок, Артем Довжик, Мелитополь, ТВ5.